Салют, призыватели! С вами Сергей Чихачёв! Скучали? Неважно как на самом деле, говорите так. Спасибо! Спасибо и всем, кто записывает и выкладывает ролики из жизни Лиги Легенд Русервера. До сих пор не решились опубликовать свой ошеломительный мув? Призываю поторопиться, если жаждете попасть в следующий выпуск. Ну а мы начинаем! Настоящая дружба может существовать даже между парнем и девушкой. И ее огромным ездовым львом. Сиджуани по имени Таури... Они накормят моего вепря. ...без промедления вторгается в чужой лес. И те иоты вы прикрывает надежный ЭКО. Завязывается драка, в которой численное преимущество врагов тает на глазах. Разобравшись с тремя противниками, парочка жаждет добавки. А тут очень кстати джинс-морганы уже спешат прыгнуть им прямо в рот. Математики поспорят, но иногда два — это больше, чем пять. Следующий ролик от призывателя с говорящим именем Ай Эм Гад. Хватит убегать. Начинается с драки на нижней линии. Эзреаль погибает мгновенно. И силы выравниваются. У бренда и кайсы остается совсем немного здоровья, поэтому ЕСУ решает взять все и сразу. Ветерок летит в одну сторону, удар в другую, ультимейт в заранее подброшенного бренда, и даблкил со звоном падает в копилку непрощенного. Фуф. Чтобы остыть после такого яркого момента, я быстро поделюсь новостями League of Legends в СНГ. Со скоростью гикорима приближается главное киберспортивное событие сентября — финал континентальной лиги. Не сомневаюсь, что многие бы хотели оказаться в финале на месте киберспортсменов. Кто не хочет-то? Ну что ж, у вас есть возможность попробовать себя в роли киберкатле... в роли кибератлета. 20 августа началось новое игровое событие Ру-сервера — легенда киберспорта. Выберите близкого по духу звездного персонажа — Зака, Флэша, Олси или Генезиса. У каждого из них свой стиль игры и своя, не побоюсь этого слова, тактика. Выбрали? Хорошо. Теперь побеждайте в играх и качайте своего персонажа, зарабатывая киберочки и обменивая их на призы для себя и своих друзей. Ну что, готовы сделать из своего персонажа легенду киберспорта? Ссылка в описании. Перевели дух? Что ж, мы переходим к Сараке, которая в руках Марунару. Выступает в роли нестандартного мидера и пытается одолеть Владимира. Но алый жнец не лыком шит. Он при поддержке союзного пайка обращает ганг в свою пользу. Начинаются танцы на реке. Сарака по очереди вальсирует с двумя кавалерами, затанцовывая одного из них до смерти. Руна Триумф, помощь от Фиддл Стикса и даже Кулак Бога не способен добить леди с копытами. Особенно, когда Лисин промахивается звуковой волной. После такого Ургот даже близко не выглядит опасным. Ну а Сарака добивает четвертую жертву. Класс! А теперь приглашаю посмотреть на Рит Лейда, который наглядно показывает, как надо керрить. Итак, Ноктюрн аккумулировал большую часть денег команды у себя. И вот для чего. Трезво оценив свой урон и здоровье противников, он залетает в пятерых и растворяет всех за считанные секунды. Вот уж действительно воплощение ночных кошмаров. Что может быть хуже, чем стоять в узком проходе против Зикса? Только стоять там почти всей командой. Синие из следующего ролика забыли об этом правиле. Ну а мастер взрывов по имени Бласк блестяще воспользовался моментом, устроив горячую бомбардировку. Смотрим. Два противника исчезают сразу, но Зиксу этого мало и он бросается в погоню. Часы Жонни позволяют дождаться перезарядки способностей. Хо-хо-хо! Этот чудовищный урон! Эксперт по хекс-чатке становится обладателем Пентакилла. После столь зажигательного клипа хочется чего-нибудь попрохладнее. Так ведь, пожалуй, у воющей бездны идеальный климат для такого следа. Но даже среди снега и льда Нуну от Космопеха находит способ опустить температуру ниже нуля. Великолепная квадра! А с последним врагом можно и в снежки поиграть. В следующий раз и Фиддл Стиксу выберем снежок вместо вороны, чтобы, так сказать, он не отставал от коллектива. Псс! Псс! Эй! Эй! Пишите в комментариях, кто ждет переработанного Нуну. Йо-хо-хо-хо! Не забывайте, двери таверны будут открыты не вечно. Так что поторопитесь набрать побольше серебряных змей за участие в активностях Ру-сервера. Кстати, в новом событии легенды киберспорта тоже можно урвать монетку до 26 августа. Достаточно оформить одну победу в режимах события. Ну а с 27-го айда менять свою добычу на призы у Грейвза или Твистед Фейта. Вот и посмотрим, кто не сидел сложа руки. Хе-хе-хе-хе. Заглядывайте в таверну, чтобы не упустить легкий способ заработать еще монет. Ссылка в описании. Порой самые насыщенные моменты нужно готовить, подобно изысканному плюсу. Ради этого приходится даже из себя сделать сочнейшую отбивную. Иначе как собрать все ингредиенты в одном месте? Один скачок, щепотка подброса и... Восхитительный последний вздох можно подавать к столу. С гарниром и скотариком. В качестве следующего блюда простой, но душевный ролик от Маокая с говорящим именем Ай-Эм Группи. И оскверняешь рощу! Заподозрив противников в том, что они берут на Шора, он сделал то, что на его месте сделал бы любой уважающий себя Маокай. Бросил в логово барона жёлудь. Бам! А после элегантного стила Энд с достоинством удалился. Ну что, всё правильно сделал. Переходим к следующему моменту. В котором храбрая Леона сохранила хладнокровие даже в смертельно опасной ситуации. Итак, ганг на бот, стрелок погибает. Леона остаётся одна против трёх противников. Но огромный урон от башни и превосходные увороты не только сохраняют Леоне жизнь, но и дают тройное убийство. Ах, я вот всегда любил воинственных женщин. Закрывает выпуск яркий момент от Люциана по имени Лайм Тайм. Всё начинается с командного сражения, которое проходит весьма ровно. Чемпионы умирают один за другим, и в итоге остаётся лишь Люциан. Над которым рейд надпись «Пентакилл». Пора заканчивать игру, но Люц думает иначе. Стрелок решает в волю поглумиться над противниками, прежде чем нанести последний удар по Нексусу. Но вот неудача. Ингибитор возрождается, будто хочет проучить наглеца. Вот это поворот! Люциан пытается сбежать, но карма уже надёжно ухватила его за руку. А чем окончилась эта поучительная история, вы, уверен, уже догадались. На этом очередной выпуск «Ярких моментов» подходит к концу. Пока-пока! А, да, интерактив. Сегодня мы предлагаем вам отыскать буквы, которые были спрятаны по всему видео, и составить из них название одной из территорий Рунтерры. Ну да, конечно, придётся попотеть, а что? Не всё же вам димуку искать? Имейте в виду, буквы спрятаны. Перемешку. Первый автор правильного ответа получит приз, доступный в магазине «Образ» до 1350 РП на выбор. Такой же приз получит тройка авторов лучших ярких моментов этого выпуска. Пишите, голосуйте и присылайте свои видео. А самое главное – играйте в удовольствие! До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok